ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте я тогда потихоньку начну. Всем здравствуйте! Клёво, что вы выбрались в такую не самую благоприятную погоду на экскурсию. Если мне будет плохо, можно говорить мне сразу. У нас не очень, не очень громкий микрофон. Меня зовут Катя Мельникова. Я исследователь международного мемориала. Я занимаюсь диссидентским движением и перестройкой. И как-то в процессе брейншторма у меня возникла идея, что так было бы очень здорово именно локационно актуализировать память о перестройке и рассказать про то, как разные районы Москвы существовали, развивались и менялись во время перестройки. Я обычно всегда в начале таких экскурсий задаю вопрос. Какие места, какие локации в городе у вас ассоциируются с перестройкой? 91-й, 93-й. Почему Лубянка? А вы знаете, что в 89-м году вокруг Лубянки активисты выстроили «Живое кольцо» «День памяти полиции включенному» и полностью весь день окружали весь вечер со свечами Лубянку, а после этого они пошли на митинг, причем ту первую акцию Лубянки не согласовали, а потом часть активистов пошла на митинг, думая, что вся акция разрешена. Именно в тот день было одно из первых применений «Бубинок» и ОМОН напротив первого протеста. 89-й год. Еще какие места? Арбат у вас ассоциируется с перестройкой? Почему? Арбат у вас ассоциируется с перестройкой? А это место? Лестница? Ну, как бы представишь, что это все еще лестница? Лестница у библиотеки имени Ленина. Ассоциируется у вас перестройка? Нет. Здесь начались первые протесты еще раньше, чем они вообще начались. Они еще начали в новый перестройческий период. Здесь собирались евреи-отказники. которые выступали за то, чтобы им дали право уехать в Советский Союз. Чтобы им дали право соединиться с семьями. И чтобы они могли спокойно выехать. Проблема отказников была очень-очень насущная с момента конца войны. И получалось так, что весь процесс отказников был довольно синусоидный. И он очень сильно зависел от отношения советского государства с внешним миром. То есть, например, если советскому государству было выгодно взаимоотношения с свежего окрасовавшись с государством Израиль, они выдавали паспорт. Если у них погружались отношения, они тут же прервали этот процесс. И вот, как ни странно, в середине 80-х, произошел после Афганистана, произошел сдвиг на нет. И есть такая очень показательная статистика, что в 81-м году было дано около 11 тысяч разрешений на выезд, а в 85-м году 1141. То есть, к моменту, когда уже подходила перестройка, как раз проблема отказников была очень сильно востребована. И, что удивительно, там в 81-м году были пославления, а в 85-м году нет. Но перестройку отпустили многих политических ученых. Это не мешало тому, что у отказников были свои протесты, и у отказников были здесь крупные митинги и демонстрации. Это демонстрация отказников у МИДа не здесь. Я могу передать, чтобы рассмотрели, например, кому как удобно. Здесь, собственно говоря, несмотря на такую перестройку, несмотря на то, что началась такая свобода, я чувствую, что меня уже слышала, все равно продолжались аресты, все равно продолжались преследования отказников, вообще отказного движения. И, например, несмотря на то, что Иосифа Тукуна, довольно известного диссидента, отказника выпустили, именно в перестроечный период нарисовали его сына. И только под давлением общества его сын был освобожден и получил документы на выезд. Это один из городов, здесь вот недалеко он был, в бюллетеке как раз отказного общества. Они продолжали бороться за освобождение, потому что к середине камня 80-х сложилась такая ситуация, что первые волны, когда советскому государству не выгодно поддерживать отношения с внешним миром и внешнюю политику, кто-то получил разрешение, а часть семьи оставалась здесь. И в 80-м годах уже многие хотели бы соединиться с семьей, они не видели родителей, они не видели жен, и они не имели возможности к ним съездить, потому что были поездные визы, и просто так за границу ехать нельзя. Поэтому библиотека, это объявление здесь была одна из точек протестов от казяков. Сюда очень многие приходили, сюда собирались и устраивали здесь как одиночные пикеты, так и массовые демонстрации. Я рассказала про это, потому что я просто не могла исключить по маршруту библиотеку и как бы внедрить кусочек перестроечной памяти сюда. Вообще для меня очень грустная ситуация с Москвой, что у нас очень много ярких перестроечных точек, которые хранят в себе очень большой пласт перестроечной истории, которая никак не зафиксирована в городе. Мы очень много думаем об этом, мы очень много думаем о том, что у нас террор не зафиксирована в городе, у нас есть всего две таблички в Москве, на которых написано, что в заключении. Например, это памятник Парламу Шаламову на Тверской, около его дома. Там написано, что он жил между арестами. Все, кто делал эту табличку, кто участвовал в инициативной группе, знают, сколько брови стоила эта надпись, потому что все были категорически против. А такая история, как перестройка, вообще не зафиксирована. Есть единственный памятник погибшим в августе 91-го на Новом Арбате. Но на самом деле, как бы это не было нелепо, к ним практически есть апдейти. Если ты идешь по пешеходу по Новому Арбату, ты его не увидишь. Если ты едешь в машину, ты проедешь мимо. А когда проходит мимо памяти, там, 13-го, 22-го августа, его оцепляют. Туда можно пройти только определенные часы. То есть память нашего города, такой вот именно внешней памяти, это период совершенно не зафиксирован. Давайте пройдем к... Нет, там, наверное, будет супершумно, поэтому я в первую часть про Арбат именно скажу здесь. Кто знает, в каком году Арбат стал пешеходной улицей? 84-й? Нет, 86-й. Да, правильно, абсолютно. 74-й. Вообще, как бы Арбат, старый Арбат, тот Арбат, который мы привыкли видеть, он был в проезжей части, и там была правительственная трасса. Если вы читали Дети Арбата, вы знаете всю историю по поводу «Все вдохнушения на Сталина», «Почитайте Дети Арбата», отличная книжка. И это была во многом трасса, которая была как к Кремлю. Там приезжало очень много правительственных машин. И в Москве не было совершенно ни одной пешеходной улицы. То есть улицы, по которой люди помогли просто гулять, такие классические, как в Европе, улицы в центре города, там, со всякими там кафе, сувенирками, историческими зданиями. У нас этой улицы не было. И в 74-м году было принято решение о том, что необходимо сделать эту улицу. И было принято решение, что это будет Арбат. Теперь старый Арбат. А новый Арбат начинался появляться примерно в тот же период. Там выкосили очень много домов. Это вызвало ужасное негодование, потому что погибло очень много архитектурных зданий. Но решили, что новый Арбат, он был Калининским проспектом, когда открывался, станет как бы проезжей частью, а старый Арбат станет пешеходной частью. И он стал пешеходной частью именно в 86-м году, в тот момент, когда перестройка набирала обороты, когда в Москве была свобода, когда люди начинали по-другому абсолютно жить, рефлексировать и чувствовать себя в городском пространстве. И самое прекрасное, что произошло, что Арбат, как такая условно новая улица, впитал в себя вот все эти проявления свободы, все эти интенции, которые происходили в обществе, и стал очень крупным отражением перестройки. Когда я разговаривала с людьми, со свидетелями того времени, каждый раз, когда мы говорили об Арбате, мне говорили, да, Арбат – наше свободное место. Я расскажу подробнее о разных пунктах, от экономики до художников, от стены Цоя до первого видеосалона. И, на самом деле, мне кажется, что не все задумываются и не все понимают, что тот Арбат, который мы привыкли видеть, с уличными музыкантами, с художниками, со всей вот этой активностью – это все наследие перестройки. Это то, что началось в 86-м году. И это очень важная штука, и мне кажется, это так здорово, что эта традиция уже более 30 лет продолжается. Прежде чем мы пойдем, у меня есть очень здоровская история про то, как реконструировался Арбат, это было прям самое-самое-самое начало перестройки. И один художник зашел в гости к своей подруге, которая занималась реконструкцией архитектуры, реконструкцией Арбата. А ведь в 35-м году, когда вышел керплан о перестройке Москвы, Арбат полностью перекрасили в серый цвет, сделали под одну крышу, в общем, его так унифицировали. И когда делали с ней пешеходные улицы, было принято решение, что как-то вернуться в Раске на Арбат, все будет очень красиво и хорошо. И вот один художник заходит к своей подруге, он видит все эти картинки, весь генплан, и он бросает торт, который он принялся, бросает все, намешивает изумрудный цвет, и начинает дом раскрасывать изумрудный цвет, потому что думает, что сейчас у него такое настроение. Мы потом не пошутили над этим, он ушел, а на следующий год, в 86-м году, он приезжает на Арбату, видит этот дом, который он выкрасил сам. То есть, это была такая концентрация свободного духа и возможности, потому что каждый человек мог внести в эту улицу свое, и на самом деле каждый человек внес в эту улицу свое. Мы сейчас пойдем в кинотеатр художественный, нам идти примерно 7 минут. Вас очень много, так что не теряйте меня, пожалуйста, а я маленькая. Всю нашу сегодняшнюю экскурсию мы будем сталкиваться с такими поинтами, потому что здесь очень много сегодня, особенно сегодня выходной, уличных артистов, поэтому если мне будет неслышно, говорите мне сразу об этом, потому что я не всегда понимаю, насколько слышится со стороны. Собственно, все это началось с 86-87 года, практически сразу после того, как Арбат стал таким Арбатом, который мы знаем, и это просто потрясающе. Я просто до сих пор липую, что это до сих пор так, и это очень здорово и классно. И я бы хотела сочетать несколько воспоминаний людей, которые говорили про Арбат сегодня. Многие говорили, что иного Арбата они не знали, потому что это их Арбат, это наш Арбат, который мы сделали таким, каким хотели видеть всю страну. То есть вся эта свобода и все это многообразие, это была такая мечта увидеть общество в миниатюре, что здесь каждый имел право показать, чего он достиг и о чем он мечтает. Поэтому Арбат запланили художники, артисты, музыканты, все на свете. И вся эта, вся свободная новая пешеходная улица, она создала новую культуру общения, она объединила очень много новых людей, людей, которые пытались понять, что же изменилось и что они способны сделать. И все-таки очень многое произошло и происходило благодаря тому, что люди стали сами что-то делать. Вы наверняка видели, что сейчас на Арбате стоят такие выставочные стенды, на которых иногда печатают разные картины. Вот в 1989 году была одна из первых таких выставок, ее сделал художник Ларский, и он притащил эти стенды сам. И он ни у кого не спрашивал разрешения, он ни с кем не согласовал, ни с каким городом, ни с чем, он просто пришел туда и сделал это, потому что он хотел этого сделать. И все на Арбате, большинство из этого происходило так, как появилась свободная торговля. И это вообще было что-то невероятное, представление советского человека, разнообразие и свободная торговля. Появились первые кооперативы, появились разные-разные магазины, и люди просто с ума сходили от этого, потому что очень много лет такого не было, больше 60 лет, этого просто невозможно было представить. А тут на Арбате открываются магазинчики, тут что-то, тут какие-то сувениры, тут какие-то магазины табака, ну что-то, это устраивались гигантские очереди. Есть реально просто огромные очереди. Но и конечно одним из проявлений свободы в перестройку было кино. Завозили много иностранных фильмов и начали устраивать международные фестивали. Происходили аргентинские фестивали, разные фестивали, в том числе и в художестве. В художестве не было центральной точкой, но он был один из точек, где показывали разные фильмы, которые только появлялись, проводили совместные с кем-то фестивали. И кино тоже стало такой ключевой точкой перестройки. На кино все просто помешались, снимали новые фильмы. Там куча наших прекрасных фильмов, типа «Черные розы», «Авария дождь мента», «Покаяние» и тысячи других прекрасных фильмов, которые здесь показывали. И в том числе люди выражали здесь свой протест. Но выражали здесь свой протест не просто люди, которые приходили хрустинговать, а, собственно говоря, сами работники кино. Когда они были с чем-то недовольны, они закрывали кинотеатры и устраивали забастовку. И это 1991 год, забастовка вот прямо в этом здании, которое, к сожалению, сейчас закрыто. Это забастовка работников в кинотеатрах художественной. Люди не боялись высказывать свое мнение и делать что-то, чтобы изменить ситуацию в своей стране, в своей маленькой организации, в чем угодно. Ну, а с 1992 года художественным было казино. Вот. То есть здесь было все по-разному, все очень перекликалось. А? Как это происходит? Да, да, да. Ну, казино вообще потом стало таким переходным знаменем к кинотеатру. Вот. И, ну, на самом деле, если кто-то из вас помнит что-то о художественном, это было бы очень здорово потом связаться со мной и рассказать мне, потому что информации о художественном супермало. Вообще просто очень мало, осталось мало афиш. Я с большим трудом 8 дней искала эту фотографию, потому что мне кто-то сказал, что она есть, что была за пастуха. И если у кого-то есть воспоминания о том, что происходило в художественном, пожалуйста, я вас умоляю, расскажите мне, я очень-очень хочу узнать больше про это. И, конечно, ничего про это не написано, что, собственно, как обычно. Вот. Дальше мы переходим на, собственно, на сам Арбат, и точнее к кинотеатру, ой, фу, извините, к ресторану Прага. Но везде будет супер громко, поэтому я вам еще раз повторяю, пожалуйста, говорите мне, если меня не слышно. Здесь совсем будут проблемы с тем, что меня было слышно. Ресторан Прага, как ни странно, связан с историей про сам издат. С начала перестройки сам издат начал принимать совершенно иную форму, совершенно иной вид. И если с 60-х до середины 80-х см издат это было такое супер опасное дело, за которое могли посадить на очень много лет, за которое сажали постоянно, приходилось спрятать печатные машинки. Вообще, ну, как бы, см издат был очень обширен, очень разнообразен, и про это я могу прочитать отдельную лекцию, но не буду, мы сегодня об этом. Если, ну, если в классе говорить о классическом издате, то он включал в себя запрещенные книги, включал в себя бюллетени о нарушении прав человека в разных частях Советского Союза, а также он включал в себя сборники заявлений, сборники разных обращений и петиций в ООН и так далее. И вот к перестройке необходимость распространения запрещенной литературы отпала, потому что была разрешена Ахматова, был разрешен Пастернак, очень многие книги, как бы, стали доступными, поэтому необходимость в литературном сам издате начала потихоньку отпадать. Но, тем не менее, необходимость в соблюдении прав человека и фиксации нарушений и свободных новостей приобрела новую волну. В 84-м году была закрыта, ну, как бы не закрыта, а было принято решение, что перестает выходить хроника текущих событий после ареста Шахановича. И вот в ГЭП три года ничего не выходило практически. Ну, то есть, как бы, хроника текущих событий была таким основным корпусом, в котором передавались все нарушения прав человека, все, что происходило на территории Советского Союза. Вот в 87-м году начинает выходить экспресс-хроника. Это такой самый знат Александра Подробинника. В нем участвует еще Сергей Григорианц, который в это же время выпускает бюллетень «Гласность». И начинают выходить многие другие газеты. Какие-то газеты регистрируются, они идут своим путем, то есть, они получают государственную регистрацию. Кто-то решает, что он все равно не будет сотрудничать с властью и будет продолжать распространять бюллетень так, как распространили его диссиденты, так, как традиционно у нас условно сложилось. И вот за распространение экспресс-хроники постоянно ментили. Постоянно арестовывали очень многих раздатчиков. То есть, как бы, в Москве было несколько точек, по которым стояли люди, которые раздавали экспресс-хронику. И их постоянно задерживали за именно, как бы, нелегальное распространение. И вот сейчас я покажу, как выглядела экспресс-хроника. Очень маленькая фотография, простите, у меня, правда, нет вопроса. Как бы, вот, как выглядеть, можете передать, потому что она, правда, очень маленькая. Это бюллетень, один из бюллетеней экспресс-хроники. Там сзади, если что, стоят люди, им тоже хочется это увидеть. А не подскажете способ печати, какой был? Честно говоря, про способ печати... Это что, это ротабринт, там, типографская машина, что это? Я могу спросить, что дробейника. Ну, как бы... Потому что это важно. К чему был доступ? Вот, про способ печати я, правда, не помню, сейчас не знаю. Вот, кстати, извините, я говорила, в 83-м хроника перестала уходить. Вот, и в 89-м году в Ураге, ну, как бы, Арбат тоже был одной из... Арбат тоже был одной из точек, где распространяли экспресс-хронику. И вот в июле 87-го года было задержано несколько распространителей, и у них высияли 200 экземпляров хроники, и на следующий день сдержали еще одних раздачков и сбили, и отобрали 25 экземпляров хроники. Через 4 дня, 26-го июля, тоже задержали раздачку уже другого, у него забрали 120 экземпляров и тоже отвезли его в милицию. И вот 17 августа к редакции неравнодушные экспресс-хроники собираются здесь, у ресторана «Прага» и устраивают митинг. Они требовали возвращения 380 экземпляров бюллетеней, которые у них отобрали. И на их митинг приезжает ОМОН, приезжает полиция, начинается разгон, разгон насильственный. И даже когда прохожие начинали выступаться за них и говорить, что отдайте им бюллетени, мы требуем вас, если мы требуем справедливости, полиция выпустила 3 предупредительных выстрелов в воздух. Это происходило вот прямо здесь. И были снижания, и всех штрафовали от 30 до 50 рублей, это были немаленькие деньги. И несмотря на то, что днем разогнали всех, вечером опять приехали демонстранты, но во вторую волну они уехали, как только завидели, что приезжает новый наряд полиции. Почему именно «Прага» могу объяснить, потому что это начало Арбата, и по логике вещей люди, которые приходили гулять на пешеходный Арбат, сразу же обратили бы на них внимание. Так что, правда, тоже стал такой небольшой, но немаловажной точкой. Что ж, давайте зайдем на сам Арбат, мы сейчас будем проходить мимо тысячи музыкантов, ну не тысячи, хорошо, а десятков музыкантов и художников. И, честно говоря, очень многие из них рисуют там больше 30 лет, там действительно сидят люди, которые сюда первый раз пришли в 86-87 году, я с ними разговаривала. И это очень здорово, давайте же пойдем узнаем, я вам расскажу про разных как раз художников, музыкантов, которые приезжали сюда в 86-м году. У нас уже остановились, если вот даже сейчас посмотреть на Арбат, видно, сколько людей стоят и рисуют портреты. В 86-м году, когда в милиции сказали, что нельзя разгонять художников. И это был официальный приказ или неофициальный приказ, как это все получилось. Они не могут мне никто сказать, они говорят, ну как мы, мы знаем. В общем, непонятно как, но художники в 86-м году, сразу же после открытия Арбата, знали, что их не будут арестовывать. Может быть, это была их догадка, и они массовостью, как если они обеспечили безопасность, и даже это с ними не будет. Кто из них точно не сказать не может, я смотрю в архив, вот такого приказа нет. Но он мог быть вкусным, поэтому anyway. И художники начинают выходить на улицу и делать то, чего они раньше никогда не делали. Зарабатывать на рисовании портретов. Зарабатывать на свободном творчестве. Это вообще было непостижимо, что такое вероятно, возможно. Это было очень странной идеей для людей, которые проходили дома и смогли нарисовать. И это стало главным аттракционом Арбата. Просто сотни, может тысячи людей забирали отсюда свои портреты. Это стало очень-очень популярным арбатским аттракционом. И художники поняли, что возможно пойти дальше. Возможно сделать больше. Как я говорила, Ларский здесь делает свои выставки. У него было несколько выставок. Он просто притащил сюда мини-железные стенды. Все у него фотографии, это просто такие вылечные перегораждения. То есть у меня есть ощущение, что это... Ну просто он как-то стырил. Вот. И начинают здесь делать выставки. Вот такие выставки, которые пользуются огромным успехом. Я сейчас вам их покажу. Вот. Вот как вы видите, стенды. Вот они. И больше у них есть лопатые стенды. И вот правда эти специальные. Вот. И Ларский делали здесь несколько раз. И не только Ларский. И в какой-то момент художникам стало так много, что они создали Арбатскую ассоциацию художников. Такую не зарегистрированную, конечно же. Они просто здесь как бы встречались, виделись, обменялись опытом. И с мастерской ассоциации художников с разных стран. Одно из самых таких ярких упоминаний, которые я нашла про в том, что у меня на арбатской ассоциации художников. И у меня была ассоциация художников. Может, у меня не пригласили к художнику художников. Но это произвело с перформансами. И в Нарвате выявили с такими супер-перформансами. То есть мы так часто видели, когда арбатские художники рисуют вокруг себя и с вдвоем прямо из этих сейчас какие-то художественные формы на асфальте. И началось вот это. Это началось как раз с лаборациями с итальянскими художниками. Вот. И с этого момента начинается такой новый фильм в серии арбатской ассоциации. Ну, конечно, больше всего, но пользовались просто шаржи, которые вызывали, которые вызывали людей. И давайте покажем еще несколько фотографий. Вот, это тоже в источниках. Я не знаю, как вам оно было, но мне когда ее передаю или в ваших сферонах. Вот так видно. Это все арбатские выставки, которые здесь проходили. И действительно очень много художников. Но, с другой стороны, очень много художников во время процессе этого супер пренебрежительно. Я разговаривала с некоторыми, как бы, очень многих художников, которые работали в деревянской стройке, знали невозможность работать в СССР, и работали на продажу с границей. Многие в сцене рисовали для того, чтобы продать свои картины. Они рисовали свои картины, что в действительной аукционе, или у них уже нарабатывала собственная татура, потому что по советскому мнению, когда российские художники нарабатывались новые формы, новые отношения к искусству. Все такое новое, неожиданное, экспериментальное, и очень полностребное. Когда я спрашиваю, приходить на Арбатку условно. Я знаю, что это более-менее такой, ну, уже известный художник. Они пренебрежно вырухают, и говорят, что нет, я на Арбатку, это не хотим. Я считаю, что это для всяких так низкопомных художников, то есть, как бы, с Арбатом было такое разделение. Кто-то, наоборот, считал таким местом, где можно с него выразиться, сработать в публику, а кто-то считал, что это такое, как бы, развлечение для тех, кто-то не очень симпатичным, и, оказывается, сопоставить все важно. Еще одно, еще один феномен арбатской перестройки, это, конечно же, музыканты. Музыканты тоже начали прибывать очень большие художники, но почти сразу, и тоже, как сейчас, это продолжается традиция, что, ну, как бы, с Арбатой, люди выходят на как будто более высокую сцену. То есть, как бы, была известная история про нойзи, которая раньше пела на Арбате. Да, и, как бы, разные ребята приезжают на Арбат, начинают экспериментировать с формами, начинают экспериментировать с музыкой, и Арбат становится такой, прям, суперпевческой, ну, улицей, где ходит мимо них, у них, и всего. Это тоже абсолютно неожиданная вещь, и потому что музыка тоже была ассоциирована, а тут ребят начинают играть ног, который вообще, я думаю, что это. И, как бы, здесь играют Цоя, здесь играют всех, и они приезжают с контрабасами, и устраиваются изначально вечерние концерты, и все у нас в виде, что только возможно, в плане музыки. И есть капалтельная история. В августе 90-го года в Москве приезжают к лучшему. в Москве в 90-е годы, суперплейстрит свободный, и всем чем добрый год, и они приезжают в августе на фестиваль. Был большой-большой рамп фестиваль, и они взяли на них на эту тему. Как они приехали в Москву, как они познакомились в СССР, и плюс, между стороны, их впечатления, потому что, с одной стороны, это грандиозный стадион «Лужники», где они устраивали фаер-шоу, где они там вообще просил гипы невозможные, там кто не смотрит за стадион «Лужники», там серый пол, слота, непонятно что, как у рыбок, а в смысле самому уже в районе границ. Вот, глянь, до четвертых дней, они приехали в СССР, недалеко за пять дней ранее на концертах, и до четвертых дней, они поехали сюда. Они решили прогуляться в Москве и услышали, что Хорватия это такое место, где все играют в гитаре. И когда зацепило, они взяли себе гитар и поехали сюда. И, в общем, прикольная история в том, что они игрались через несколько часов, все аплодировали, вокруг них собрались люди, но никто их не узнал, по-первых, потому что в Советском Союзе еще не представляли, как ими на Бонжоуи, и что они могут просто так приехать в Тихвинти, но зато они заработали финансы. Вот, и на Бонжоуи оставались на Армаде. Причем они приехали с профессиональным фотографом американцем, который все это снимал, он вел все проникло их приезда в Советский Союз, но реально ни один человек не подошел и не сказал, ооо, мы Бонжоуи, вообще никто. Кришнаита, в который я прибавила Арбата. Давайте пойдем глубже, и я расскажу про Кришнаитов, которые он прибавил Арбата. На самом деле я... Так лучше слышно? Да, классно. Просто он не держит у меня ноги, мне это очень напрягает. На самом деле я разговаривала с некоторыми молодыми художниками с Арбата. Я спрашивала, вы знаете, откуда пошла традиция, что люди рисуют на Арбате? Никто из них не знает об этом, и почему-то, к сожалению, это такая замолчанная история. Я недавно читала книжку про Арбат, там написано про то, что там было с 1400... Ну, с 1400, я не помню, сейчас не буду врать, какого года, что вот здесь появилось первое упоминание, что отсюда пошел пожар по Москве, когда спалили церковь, и там красочная, здоровская книга с массой иллюстраций, и она обрывается ровно на том моменте, когда в 1974 году было принято решение о том, что Арбат нужно перестроить, и Арбат нужно сделать пешеходом. Что дальше произошло, никто не знает. То есть почему-то вся эта потрясающая традиция, которая существует, которая сохранилась по сей день, а не так много перестроящих традиций сохранилась, к сожалению, по сей день. То есть как-то даже традиция мирных протестов не так хорошо сохранилась, как традиция рисовать на Арбате и петь на Арбате. И мне кажется, это очень важно и здорово знать об этих истоках. Так вот, про Кришнаитов. На самом деле, мне было очень интересно, знаете ли вы, что есть диссиденты Кришнаиты? Есть диссиденты Кришнаиты. У меня была сама цель найти диссидента Кришнаита и поговорить с ним о том, как они существовали в СССР, и как вообще они распространяли свой СССДАТ и был ли у них СССДАТ. У них действительно был СССДАТ, они печатали всякие переводы, они делали переводы, они печатали... Хагавадгиту? А? Хагавадгиту? Много чего печатали, на самом деле, но они ничего мне не показали. То есть, потому что у них сейчас до сих пор сохранился страх того, что их ждет лучшие свидетели Иеговы, и они очень с опаской говорят о своей истории. Но они написали еще большую книгу, кому интересно могу потом прислать ссылку, о том, когда они так и написаны Кришнаиты в СССР, и вот они как бы... ...внимание СССДАТу, и там ИССДАТу, они уделяли очень большое внимание без напениям, то есть они передавали вкусный СССДАТ практически. Они собирались на квартирах, они пели, их преследовали, их сажали, то есть, действительно, большинство московских кришнаитов, которые были в 10-10-м движении, они пережили лагеря, они пережили ссылки там по 16-20 лет и так далее. Но в перестройку, и причем общество не распадалось, кришнаитское общество продолжало существовать, и это было одно из первых обществ, которые зарегистрировали в Москве. Я была в этой квартире, в которой его зарегистрировали, оно находится практически в Подмосковье, ну, это юг и запад Москвы, вот, и они, узнав, что началась перестройка, они решили этим пользоваться и как бы нести свои идеи в массы. И, кстати, вот то, что вы наверняка видели, сейчас очень часто ходят у Майковской, они до сих пор ходят, они поют киртаны, а киртаны – это их религиозное песнопение, ну, то есть, как бы это их общение с их, ну, как бы их религиозное такое, такой религиозный обряд. Вот, и, собственно говоря, они начали водить киртаны, петь киртаны на Арбате, и иногда еще под Тверской. И вот Арбата стал такой ключевой точкой, они первый раз начали ходить здесь в 86-м году, пошли первыми киртанами, и сначала на них особо никто не обращал внимания, то есть, как бы, сначала это происходило очень, ну, скажем так, безболезненно. То есть, вот как это происходит. Они ходят, они идут большой толпой, поют, играют на их специальных инструментах, внесут растяжку Хари Квишна, и, как бы, вот, иногда рассказывают об их религии другим людям, и, ну, как бы, это абсолютно мирная, никого не затрагивающая акция, но полиции так не казалось. Полиции казалось, что они очень сильно мешают обществу, и вообще, в отличие от художников и музыкантов, они не имеют права на свободный Арбат. Их начали задерживать. Их задерживали очень много раз, и с 88-го года к ним стали применять дупинки, то есть, как бы, бедных, милых, абсолютно безобидных кришнаитов, которые ходили и пели свои песни, как бы, такие радостные, распространяя свои какие-то... они имеют право на свободную веру. Как бы, их начали разгонять дупинками и сажать либо на сутки в спецприемник, тогда это, правда, было не совсем спецприемник, но, говоря себе лично с генеологией, вот тоже шнаиты идут со своими, я не помню, правда, как называется у них божественное изображение, но идут по Арбату со своими, это недалеко от Арбата. Идут, и вот вы можете видеть среди них товарищей пилицейских, которые, как бы, следя за тем, чтобы они там, не знаю, лишними не сказали. Но, тем не менее, кришнаиты никогда не останавливались, и у них практически каждую неделю проходили киртаны, они постоянно сюда приходили, их было не остановить, они наконец-то поняли, что у них есть возможность высказать свое слово, донести свою мысль, а для них это было очень важно, что они чувствовали, что они открыты для общества, что они могут с кем-то поделиться. они действительно супер-френдные, такие очень приятные в общении, со своими ребятами, которые, там, я не разделяю, но уважаю те, что они есть у людей, и им было очень важно этим делиться, очень важно было показать, что они существуют, что они нормальные, что они не какие-то психи, из которых их делают, потому что их очень многих отправляли на психическое обследование, пытаясь сказать, что они просто ненормальные и положительно принудительное лечение. И вот каждую неделю они проводили здесь киртаны, иногда чаще, иногда реже, и им, конечно, супер не везло, потому что резиновыми дубинками их очень любили тут разгонять. Также у них постоянно изымали литературу, потому что у них всегда была с собой какая-то литература, которую они раздавали, или же, которую они, там, демонстрировали, несли в своих киртанах, потому что киртаны – это не только для них был условно религиозный шаг, но и шаг общения, коммуникации с обществом. И вот литературу у них изымали постоянно, и постоянно они подвергались насилию, их постоянно отвозили в полицию, тогда в милицию, но они никогда не сдавались, и, конечно, я просто потрясаюсь их стойкостью, что они продолжали выходить. Еще тогда не было массовых митингов, и они тоже были такими одними из первых, кто показал, что они не боятся, и это очень здорово. Кто-нибудь знает, что находится на Арбате по адресу 22.2, стране 4, это не супер далеко отсюда, по правой стороне. Какой первый общепит здесь открылся? Трамвай. Трамвай? Нет. Но здесь... Нееет. Я поняла, о чем это называется. Которая такая бардовская... Нет, нет, она больше появилась. Кстати, здесь до перестройки были трамвайные путь. Никто не знает? Нет. Ну, давайте мы подумаем, а мы до него пока найдем. Кто-нибудь вспомнил, что в этом здании могло было быть? Нет. Нет. Хорошая попытка, но нет. Нет. Это было заграничное. Заграничный общепит. Пингвин какой-нибудь? Пингвин был в гостинице Москва. Кстати, вот про пингвин тоже хороший вопрос, потому что я не понимаю, это деформация памяти или нет, но кто-то мне говорит, что пингвин был в конце Арбата, где Макдональдс сейчас. Но никаких подтверждений этому ни одной арбатской фотографии с пингвиной нет. Не знаю, на Пушкинской был точно там рядом. На Пушкинской был точно, это правда. Баскин Роббинс. Здесь был Баскин Роббинс. И к нему была просто фантастическая очередь, потому что... Ну, это совершенно удивительно. Это совершенно другое мороженое. Это мороженое с разными вкусами. Просто писташковое мороженое, от него сходили с ума. И... Ну, например, честно, я спрашивала свою, например, маму, вводила ли она сюда моих старших сестер, мои сестры, посвятят их годов рождения. И она честно сказала, что она так боялась пробовать все западное, что они никогда не ходили с ними в Баскин Роббинс. Она уже ходила со мной, там, в 90-е. Но, как бы, вот, по впечатлениям это было не только завораживающе, пугающе. Также с воспоминания очевидцев все было слишком дорого. То есть все могли себе позволить поход в Баскин Роббинс. Мнение расходится, кто-то даже помнит, что Баскин Роббинс был инвалидным. Но это не точно, это какие-то очень распухчатые воспоминания. Вот здесь открывается Баскин Роббинс, прям вот с моей спиной буквально. Точнее, вот в самом вот этом здании, где русские сувениры. Там просто невозможно нормально подойти. Открывается Баскин Роббинс, и это становится просто таким шоком. Это совершенно незнакомая советскому человеку еда. новой формации, нового производства. Люди привыкли, потому что есть Ленинградская, есть Эскимо, есть с розочкой мороженое такое вафельное. Ну и, как бы, вот. А тут появляется что-то совершенно новое. Вот мы затронули пингвин. Пингвин тоже. Пингвин, правда, был другим. Он сейчас раньше, он недолго продержался. Это чехословацкая марка мороженого. Там вся фишка пингвина была в том, что это было цветное мороженое. Там было очень много красителя. И мороженое было все в цветных шариках. Оно было не такое вкусное, как мне говорят, но все просто цветное мороженое. Там оно все так красное, розовое, голубое. Ну вот здесь был открыт Баскин Роббинс. Это тоже было одной из такой, ну, как бы, революцию совершил Макдональдс. То есть, просто я читала отменнейшие интервью с первыми продавцами Макдональдса. И у них в какой-то момент их пришлось включить в их работу еще и ликбез. Потому что люди не понимали, как есть гамбургер. Его пытались разобрать по частям и есть, как бы, сначала булку, потом котлету, как бы там. И еще другие там пытались, очень на них наезжали, что у них нет вилок и ножей. Потому что приличные люди едят вилками и ножами. А как вашу булку вообще, возможно, есть какую-то непонятную. И, как бы, и действительно им сказали, что давайте объясняйте людям, что это новый формат, что это теперь по-другому. Что вот, можно есть руками, можно его вот так завернуть и кусать, и будет удобно. И можно есть на хаках. Вот. Но это, конечно, и Баскин Роббинс тоже всех подряс. Это было совершенно другое, это было совершенно новое. И, как вы видите, несмотря на цены, которые были достаточно высоки для Советского Союза, это стоит в огромной очереди, чтобы попасть туда. Потому что это другой мир. Это мир свободной продажи. Это мир, в котором появляется все больше нового, непонятного, но действительно нового, заграничного. Люди понимают, что они начинают получать доступ к тому, чего никогда не видели. Ведь выехать из Советского Союза было очень сложно, и сложилась в некотором образе мифология Запада. То есть существовал Запад, но никто не понимал, что такое Запад. Это был какой-то новый дивный мир, в котором никто не понимал, на самом деле, что это. То есть они там переписывали записи пластинок, и, как бы, вот эти записи, вот эти песни, это был Запад. Какие-то привезенные чехословатские джинсы — это Запад. Ну, то есть, как бы, не было понимания того, что такое на самом деле Запад. А люди, которые приезжали, они, скорее всего, ездили по службе, и им нельзя было рассказывать, что такое Запад. Ну, то есть, как бы, например, мой дедушка... Ну, самокотный РБ. Например, мой дедушка прожил 20 лет в Вашингтоне, потому что он был дивоматом, и ему нельзя было рассказывать, что такое, ну, что там было. Он просто как будто последнего никогда не рассказывал, что же такого было в Вашингтоне. И вот это был Запад, это было как раз примирение, это был мост, это было осознание того, что война, холодная война с Западом, она закончилась. Что больше Америка — это что-то теперь близкое, более понятное, более осязаемое. Я тут, когда готовилась как раз к этой экскурсии, и когда попалась про Баскет-Робинс, наткнулась просто на суперсумасшедшую историю, что в 87-м году приехала в Москву делегация американцев, 200 человек американцев, 200 человек русских. И они объединились для того, чтобы пройти марш мира. Они прошли в марш мира Тверь, Новгород, Питер, по 200 км в день они шли. И, как бы, для солидарности люди специально были отобраны от среднего класса, чтобы, ну, как бы, не было таких верхушек. И все это закончилось, внимание, хороводом на Красной площади. То есть, 87-й год, как бы, хоровод на Красной площади, их совершенно никто не охранял. И это меня так потрясло, потому что вся вот эта закружившаяся, извертевшаяся история о свободе, о том, что можно дружить с другими людьми, и что там не только враги, что там, не знаю, не люди, которые пытаются уничтожить, которые пытаются, там, я не знаю, убить, построить атомную бомбу, чтобы уничтожить Советский Союз, а что там есть живые люди, которые радуются, которые могут обнимать, которые привозят какие-то совершенно сумасшедшие новшества, что эти люди могут открывать, оказывается, еще и мороженое, кроме, я не знаю, на лаборатории по изготовлению атомной бомбы. И это было очень важным таким моментом, в основании того, что, ну, вот эта шпиономания и вот этот вот вечный страх за то, что кругом одни враги, она, наконец-то, закончилась. Идем дальше. Ой, я боюсь, что нам отсюда прям надо быстренько будет перемещаться, потому что здесь какое-то мероприятие. Это театр Махтангова. Он практически сразу получил имя по имени театрального руководителя, там был через 4 года после открытия театра. И, собственно говоря, здесь мы возвращаемся в Праге. Здесь прошел праздник Самозната. Большой праздник Самозната тех, кто занимался именно такой, уже не зарегистрированной журналистикой, а именно вот таким продолжением Самозната. Клуб «Независимые печати» решил, что нужно провести такой праздник. И на него собралось около 1000-1500 человек, то есть это довольно много для такой темы. И они собрались, чтобы обсудить независимую печать и продемонстрировать, например, прилетение минуту классности, о которой я говорила, пресс-хронику и другие. Но через полчаса после начала, конечно, приехала полиция, потому что это незарегистрированная печать. У нас уже гласность, уже все хорошо, но их это не очень касалось, как обычно. И они... А, да, и части спецподразделений еще. То есть тогда еще только формировавшийся ОМОН приехал. Вот. И, собственно говоря, они задержали отца и сына подробинников, в смысле Александра и Пинкаса, Санделова, Корсунского, Сиудот, Махиню и других и так далее и тому подобное. И их нарсудом Киевского района отрисовали на 15 суток, а также другие были оштрафованы аж на 1000 рублей. Как бы 1000 рублей на те моменты это очень большие деньги. То есть как бы уже в стране все как бы идет к классности, к тому, что все хорошо, все прекрасно. Но люди просто собираются здесь, чтобы обсудить СМСДАТ и как бы показать, какие газеты они делают, какие бюллетени они выпускают и обсудить свободу слова. И за это арестовывают, кого-то сажают на 15 суток. Кстати, 15 суток сохранились до сих пор. Или вот оштрафуют на огромные деньги. Просто на 1000 рублей. Представляете, предыдущий штраф, о котором я говорила, был 50 рублей. То есть как бы... А тут их оштрафовали на 1000 рублей. Это очень большие деньги. Например, по-моему, Александр Пихонович как раз оштрафовали тогда на 1000 рублей. Полтора пианино. В общем, это были просто катастрофично огромные деньги. И вот так в освобождающейся территории на таком... То есть у меня государство говорит о свободе слова, но в то же время оно и сопротивляется. То есть когда эта свобода выходит за рамки установленной ей, хотя как можно регламентировать свободу, это вообще как невозможно. Как только люди говорят, что я хочу по-другому, сразу же появляются дубинки. И все это превращается как обычно. Я, кстати, упустила на прошлой локации очень важную деталь. Я нарыла в архиве Баскин Робинса. Они каждое десятилетие выбирают вкус по разным странам. И они выбрали вкус, который был главным в 90-е СССР. И этим вкусом 90-х в Москве стало мороженое конфетти Баскин Робинс, которое выпускается до сих пор. Так что если вы вдруг захотите попробовать то же, что пробовали первые посетители Баскина, знайте, что это вкус конфетти. А так как сейчас здесь уже начнется, нам осталось... Следующая локация сюда уже видна. Мы идем к стене Цоя. Так что давайте пройдем туда. Про стену Цоя знают многие, а знаете, что это за здание? Перемец. Нет, здание. Что это за здание, на котором написано? Это здание народного суда. Это здание, принадлежащее МВД. И оно, несмотря на это, как и все в Перестройку, выросло совершенно самопально. То есть люди ни у кого не спрашивали административного разрешения на то, можно ли им написать здесь что-то. Люди не спрашивали того, что могут ли они получить согласование. Они просто действовали по зову сердца. Боже, как это дуражно. Они действовали настолько по зову сердца, что иначе поступить не могли. Когда Цой дает последний концерт в Лужниках, не задолго до своей смерти. Это как раз было в конце июня, если не ошибаюсь, 23 или 24 июня. И, собственно говоря, в августе трагически погибает катастрофа. И как только весть о том, что Цой умер, достигает людей, когда они узнают о том, что солист Горубкино трагически погиб, здесь появляется огромная надпись «Цой умер». Просто огромная надпись на пустой стене. И через несколько часов появляется ответом на эту надпись. Еще большая, еще большая, жирная, черная надпись «Цой жив». С этого момента это становится такой монументальной стеной Цоя. Почему Арбат? Я думаю, что потому, что все-таки это место свободных музыкантов. Здесь собиралось очень много поклонников Горубкино. Здесь пели очень много Горубкино. Здесь собирались разные рокеры и до сих пор собираются. И, думаю, еще много-много раз будут собираться. И, собственно говоря, каждый, приходя сюда, стал оставлять здесь свою надпись. Причем я смотрела репортаж на 40 дней годовщины гибели Цоя. И в тот момент там журналист стоит и рассказывает, что вот трагически оборвалась жизнь гибели Цоя. И люди пришли сюда разрисовывать. Он стоит, прошло 40 дней, то есть это чуть больше месяца. За его спиной уже разрисовывают почти все. То есть для 40 дней здесь, ну, как-то не так, конечно, как сейчас. Когда еще, допустим, не было никаких граффити. Никто, ну, как бы, не мог там на стенах, может быть, на аренду что-то оставить. Но какие-то надписи, там, строчки с пресси, повторяющиеся Цой жив. Все это осталось здесь. Вообще вся вот, ну, это уже практически металлогизированная фраза Цой жив, которая, как бы, является таким, ну, кредо многих рокеров, таким воспоминанием о легендарной группе, которая поменяла представление о роде, которая была таким безусловным символом перестройки. То есть, там, перемены, это просто, мне кажется, ну, какая-то непреложная песня, которую вспоминают одну из первых, когда говорят о перестройке. Она, вот, была связана именно с этим. Вот это практически, ну, первые такие дни, когда стена только-только начинает формироваться. Она выглядит вот так. Как бы, она все такая же пошаркивает, но... И здесь постоянно начинают собираться рокеры, которые поются не только на годовщины, они поют его постоянно. И, как бы, иногда рассказывают какие-то такие воспоминания тех, кто был на концерте, или же тех, кто как-то соприкасался лично с творчеством и делают здесь кавер. Здесь описали несколько каверов. Это одна из таких легендарнейших точек Арбата. Наверное, одна из самых известных, когда говорят про старый Арбат. Когда говорят про старый Арбат, очень часто вспоминают именно про... Ну, не минус вминают про стену Цоя и про традицию здесь собираться. Это тоже, ну, начало девяностых, по-моему, в ней, начало девяностых, это начало девяносто первого года. То есть, когда уже, условно, сформировалась стена. С самого начала здесь люди даже дежурили, то есть, чтобы отдать дань, и появилась традиция еще оставлять сигареты. Там рядом с портретами всегда лежат сигареты. Позже это уже переросло в традицию, что бедные рокеры, которые только начинают там свою карьеру, чтобы они могли взять и угоститься. То есть, это такое общее, в том числе, место. То есть, вот сейчас вы слышите, что здесь играет Цой, и как бы можно даже почти не преувеличив сказать, что почти 30 лет здесь играет Цой беспрерывно. То есть, если сейчас есть возможность его поставить в колонки, то раньше его постоянно играли. И то есть, за все эти 29 лет ни разу здесь не прервалась вот этой традиции вспоминать о Цое, и вспоминать о нем как о человеке, который во многом дал поверить в свободу, который пел об этом и был голосом своего поколения, и изменил во многом... Ну вот, тут тоже такое бывает, что страшно. Они имеют мои справа. Вот. И... Ну, как бы... Перемены у людей, как бы, все хорошо. Вот. Давайте потом идем дальше. Раз уж мы стоим напротив Акуджавы, Акуджава, как человек, который очень долго жил на Арбате, и очень его любил, был в ужасе после того, как здесь произошла реконструкция, и ему принадлежит знаменитая фраза «Арбата фонарел». Потому что поставили новые фонари, которые были сделаны под старину, и это стало одним из символов нового Арбата. Вот. И он как раз Арбата фонарел, и все, кто был в смятении по поводу... по поводу переформатированного Арбата, подхватили эту фразу, и она стала такой народной. Кто знает, что за здание по адресу Арбат 42? Что здесь находилось? Ну, в точке Суворово? Нет. Ну, перестройку. Я как бы... всужаю круг. Нет? Вы та аудитория, которая не найдена? Нет. Я в культурный центр Тбилиси здесь находился. Вот. И как раз это стало, так как это культурный центр был в Тбилиси, это стало одной из точек, которая откликнулась на события, кровавые события 89-го года в Тбилиси, когда вообще Тбилиси был очень протестным регионом всегда. То есть как бы даже в диссидентский период они поставали у парламента, например, самый большой их, по-моему, протест за всю историю диссидентского движения. Если я сейчас... Я могу наврать, я не помню точно год. Я помню, это был 74-й год, когда сказали, что будет вводиться в Грузию русификация. 77-й принятие Конституции. 77-й, да. Вот. Когда им было сказано, что сейчас будет русификация, и ведущим языком станет русский, а не грузинский. Они вышли на протесты. Это были студенческие, в основном, протесты. Очень много студентов вышло. Буквально есть история одной девушки, которая взяла все халаты, которые были у нее на медфакультете, и они расписали, что, типа, мой родной язык грузинский. И Шеварнадзе, они, ну, как бы так напирали на свою необходимость составить грузинский ведущим языком, что они заставили Шеварнадзе им ретранслировать решение совета, которое заседал парламент на улице Руставелия. И Шеварнадзе им сказал, что все, грузинский остается языком. И аплодировали внутри. Ну, то есть, как бы, люди, которые принимали это решение, аплодировали тем, кто был на улице. И, то есть, ну, как бы, Грузия, это очень такой, это, это люди, которые всегда отстаивали свое мнение. И вот, ну, как бы, перестройку был очень, ну, большой накал, во-первых, с грузино-абхазским конфликтом, когда, как бы, Абхазия, которая была автономной, но де-юро, она была частью Грузинской ССР, когда она захотела делиться, хотел стать самостоятельной, абсолютно не принадлежащей грузинской стороне. На что Грузия вышла с протестами, считая, что это их территория, и там очень большое количество грузин живет. Начался конфликт очень сильный. Вот. Но в какой-то момент эти протесты переросли в требования независимости Грузии от СССР. То есть в какой-то момент они начали выходить за то, чтобы Грузия стала отдельной страной и отделилась от СССР вообще, абсолютно. И, как бы, случилась ночь саперных лопаток. Это случилось в апреле 89-го года. И ночью, да, постоянно на Ростовеле были митинги, постоянно были протесты. И одно из ночей вышли, вышел приказ, 4 утра операция, началось 15 минут. На всех протестующих напали саперными лопатками. Было ранено очень много людей, убито 20. Очень было много ранено женщин. И очень многие получили, во-первых, еще распылили два вида газа. Распыли Черемовку и еще один вид газа. И очень многие пострадали, и очень многие отравились. И Москва не стала молчать. Москва ответила на это со своими, она вышла со своими протестами всей этой ситуацией. И, собственно говоря, общественное мнение и в итоге давление общественного мнения спровоцировало создание комиссии СМЧК, которая расследовала все это и является таким, это было довольно беспрецедентно в плане того, что применение насилия против мирного населения было расследовано государственной комиссией. и это было большое заслуга общества. Но это было большое заслуга не только общества, но и общество, которое стало частью власти. То есть в Москве случилась еще очень невероятная вещь, как выбор народных депутатов. И в народные депутаты прошли очень многие люди от народа. И это тоже было, как бы, было борьбой, потому что, например, ситуация с Сахаровым, его выдвинули от Академии, от Академии наук. Для него очень многие, как бы, очень многие организации имели квоту на выдвижение. То есть люди, которые могли мандатно выдвинуть человека. И государство не пропустило ни его, ни Качева по фильтрации. И тогда его административная округа выдвинули. И с административными округами им не нужно было согласовываться, там очень многие люди пошли за Сахарова. Но Сахаров сказал, либо я иду от Академии, либо я не иду никак. Я ученый, и я пойду, если я стану депутатом, я стану депутатом от Академии. И он пролоббировал это. Очень многие, кроме Сахарова, стали частью народных депутатов. Вообще, такой орган, как нардепы, они очень много имели власти. Они могли вносить изменения в Конституцию, и вообще очень многие решения принимать. И вот все, что касалось тбилисских событий, даже, как мы начали называть поправкой Сахарова, потому что он внес очень большой вклад в расследование и вообще в гласность событий, которые произошли в Тбилиси. 16 апреля, здесь произошел 89-го года, здесь произошел первый крупный несанкционированный митинг, который возглавил Сахаров. Он здесь произнес свою легендарнейшую речь про тбилисские события и про вообще уважение к правам человека, потому что это непоправимо и невозможно такое, что огромное количество людей пострадало от рук военных, за 15 минут просто жизнь тысячи людей поменялась, и что необходимо это расследовать и не допустить больше никогда. И эта волна была подхвачена. Очень многие стали говорить про тбилисские события, про поддержку желания независимости разных частей СССР, разных республик. 23 апреля здесь состоялся тбилисский митинг, митинг поддержки Тбилиси от Демсоюза. Были массовые аресты, были опять задержания, его очень сильно пытались разогнать, потому что как бы митинг, где был Сахаров, разогнать было сложно, потому что Сахаров. А митинг, где Демсоюз, это любимое дело вообще сотрудников Тбилиси на тот момент, и у него, конечно, все жутко сакрились, было очень много задержаний. И на 40 дней Тбилиси здесь была большая паникида. Очень многие, когда я говорю про то, что я занимаюсь историей мирных протестов, очень многие мне говорят, что вот Москва была таким регионом, которым было пофиг на все остальное, то есть что они занимались своими московскими проблемами, а другие регионы их не волновали, это не так. То есть Москва действительно откликалась на очень многие проблемы, и так как у Москвы была условно возможность воздействия на центр, то есть как бы все, что происходило в Москве, сразу же имело резонанс. Все, что происходило в Москве, можно было сразу же знать, что если это увидело общество, значит это услышали все. То есть они могли передавать, и у них было очень много как бы связующих вещей, и тем более Сахаров уже, не только Сахаров стали нардепами, и Москва очень, очень, вот люди на улице, и люди, которые стали нардепами, очень сильно воздействовали на то, чтобы тбилисские события были расследованы. Ну и конечно огромная роль в расследовании событий Тбилиси 89-го года еще сыграли СМИ, как самоиздатская, так уже как бы там и московские новости, Огонек и другие, потому что с момента ночи саперных лопаток люди не прекращали говорить о Тбилиси. В том числе, тут сейчас начнется мое самохватство, в том числе мемориал, потому что я сейчас покажу фотографию, которая была сделана на празднике свободной прессы в парке Горикова. Парк Горикова это еще одна локация, которая была довольно протестная, про эту вообще никто не знает, я уже водила экскурсию, проведу ее, наверное, еще в июле. В парке Горикова состоялась праздник свободной прессы в 89-м году, которая в том числе и выступала Сахаров, и там было два стенда, они были противопоставлены друг другу, один стенд, это сделал мемориал, один на одном стенде были имена расстрелянных во время большого террора, то есть это были имена репрессированных, а второй стенд был посвящен Тбилиси. И они стояли так, что они стояли друг напротив друга, создавая очень понятную олимпию. И, к сожалению, фотографии с грузинскими событиями здесь, на этом месте, именно в культурном центре Тбилиси, который сейчас реставрирует, мне не удалось найти, но я очень надеюсь, что они найдутся. Но вот этот стенд, который посвящен трагическому апрелю Тбилиси, это в связи с как раз праздником свободы прессы, праздником властности, который произошел по обезборху. То есть еще очень повезло, как Миссы можно сказать, повезло в таком контексте, что людям удалось зафиксировать то, что происходило на площади Руставели в 1989 году. И очень было много доказательств нарушений полномочий сотрудников органов. Идем дальше. Кто-нибудь слышал про клуб социальных инициатив? В общем, если говорить про такой социальный контекст перестройки того, что люди стали объединяться в разные гражданские и политические группы, которые позднее спровоцировали очень большое количество митингов и очень большое количество изменений в стране, в которой жили, в том числе отмены 6 статьи Конституции. Это монополия Компартии на управление. То есть уличными протестами была отменена статья Конституции, которая гарантировала, что только Компартия может быть ведущей, то есть была введена многопартийность. Все началось с таких маленьких социальных инициатив, которые неизбежно сформировались в период перестройки. Люди пытались понять, что им делать с этим новообразовавшимся обществом и как грамотно использовать свободу, потому что свобода – это такая вещь, за которую ты очень должен нести ответственность и понимать, что это не просто, что вот все такое свободное. И люди это хорошо понимали и сначала объединялись на фоне не политических проблем, а чаще всего экологических, культурных, социальных. То есть, а как обустроить район, как спасти Байкал, как увеличить количество библиотек. Ну, в общем, как бы изначально сообщества собирались на таких очень социально востребованных темах. Одно это было КСИ. КСИ был таким во многом дискутирующим клубом, в котором собирались люди и обсуждали важные вопросы. Из КСИ вырос мемориал, собственно говоря. Там очень многие люди просто как бы обсуждались разные важные, суперважные вопросы. И люди там обсуждали, шли на митинги, обсуждали, шли, формировали новые организации, обсуждали, там что-то делали. Ну, в общем, КСИ стала точкой притяжения людей, которым было не все равно на общество, которых беспокоили эти проблемы. Они не просто условно приходили, чтобы поспорить, они приходили, чтобы обсудить происходящее в стране с единомышленниками и понять, что делать. То есть как бы люди не стремились к «я», люди стремились к тому, что есть гражданское общество, и оно может повлиять на что-то, на принятие решений, оно может стать движущей силой. И клуб социальных инициатив стал одной из таких точек притяжения. И он был здесь, на Арбате, был компьютерный клуб первый, который открылся, господи, в 1986 году. И более того, компьютеры для этого клуба скупил Гарри Каспаров после того, как он выиграл очередной матч. Вообще, этот клуб был для детей. Он был нацелен на то, чтобы люди учили программирование. Ну, тогда еще как бы такое программирование. И, собственно говоря, в этом клубе начали стекаться люди. И вот один из организаторов этого клуба, Малютин, вспоминает, началось все с того, что на Арбате была создана в этом 1986 году пешеходная зона. И это самим фактом своего возникновения создало некую новую среду для общения. То есть люди приходили на Арбат, потому что это было потрясающе ново. Потому что это было невозможно себе представить. Потому что это было очень свободно. И неизбежно это сформировало здесь вот именно такую как бы точку, в которой обсуждались все насущные проблемы. Вот. И это было вообще первое в Москве скопление профессиональных компьютеров, такое, к которому могли иметь доступ. То есть это не просто было в НИИ или в каком-нибудь университете. Это было в таком довольно открытом клубе. Вот. И люди начали сюда ходить и просто так там, я не знаю, поговорить, послушать и тоже тягивать. Пельман говорил об этом, что именно в этом месте собирались новаторы, как педагогические, так и общественные. То есть это были не просто условно какие-то люди, которые там хотели грушить, ломать и менять все, растрепать. А это люди, которые вносили в это очень большое интеллектуальное ядро и понимали, что только там коллективным демократическим решением можно прийти к какому-то консенсусу. И, в общем, это стало таким очень-очень-очень важным местом, откуда потом сформировались многие движения и откуда потом пошли многие митинги и не только митинги. У нас осталась последняя точка. Я не думаю, что там очень комфортно стоять. Мы посмотрим. Ну, вот там между двумя стендами с сувениркой, с магнитами, наверное. Кстати, офф-топом от перестройки в этом доме жил автор детей Арбата. А? Да, Арбаков. И вот там табличка даже ему есть. И там висит несколько табличек нашего проекта «Последний адрес». Мы вешаем эти таблички тем людям, которых увезли на арест, на расстрел. И это был их последний адрес, откуда они вышли. И вот там висит пять табличек. Это был очень известный дом. Вот почитайте детей Арбата, очень люблю эту книгу. В общем, за этой табличкой, вот где... Но это, кстати, не офф-топ, потому что в 87-м году опубликовали детей Арбат в первый раз. Ну да, да, да. В целом, да. Вот между двумя вот этими стендами с магнитами находится 51-й дом. То есть 49-й заканчивается, 51-й начинается. И здесь находилась удивительная вещь. Первая во всем СССР – видеосалон. Что такое видеосалон? Видеосалон – это один из видов кооперативов. Видеосалон назывался «Арс» по имени кинотеатр, который был в этом доме до этого. Видеосалон – это такое проявление кооператорства. А кооператоров здесь тоже было очень много. Здесь были свободные рынки, свободное кооператорство. И вот это выглядело так. Люди покупали телевизор, покупали видик. Не все тогда могли позволить себе видеомагнитофон. И они устраивали просмотры, которые стоили дороже, чем кинотеатр. Но там было все. Там было все западное. Там было все то, что не показали бы никогда в кинотеатре. И «Арса» собирала огромное количество людей на то, чтобы посмотреть боевики. На то, чтобы посмотреть что-то по пикантнее 18+. Там показывали все. И мне очень нравится в этом аллегория с «Грайндхаусом». Потому что, когда в Америке появилось кабельное телевидение, кинотеатр приходилось что-то придумывать. Потому что они теряли людей. И нужно было выдумать что-то новое, что-то совершенно свежее. Придумали такое вид кино, как «Грайндхаус». Это кино категории «Б». Это спагетти вестерны. Это все то, на чем вырос Тарантино. Это триллеры. Это ужасы. Это отменившее, просто великолепнейшее искусство. А вот в СССР кооператоры решили, что они будут показывать то, что условно цензура пропустить не может. И вот в кинотеатрах билет стоил 10 копеек на детский сеанс, 50 копеек на взрослый. На дневной сеанс в видеосалоне 1 рубль стоил дневной сеанс, 50 копеек мультфильмы, но 1,5 рубля в сеансе для взрослых. И это платилось дополнительно. И в основном у всех были, как ни странно, советские телевизоры. Но некоторые, кто побогаче, могли позволить себе «Панасоник». Но это было огромной редкостью. То есть в основном это был электрон. У всех стоял. И это было обычно 50-100 стульев вокруг телевизора, не больше. И все приходили смотреть на видике этот фильм в маленьком-маленьком помещении. Но это продлилось недолго. Просто по причине того, что довольно скоро видеомагандафоны стали доступными. И люди смогли арендовать себе кассеты или покупать себе кассеты. И как бы это стало ненужным. Но они пользовались огромной популярностью. Многие избегали с уроков, чтобы это вот видеосалон на Арбате. Это он. Это первый видеосалон в Советском Союзе. А это афиша к нему. Это то, что шло там. Шел чужой. Да, да, да. Вообще. То, чего точно не могли показать в кинотеатре. Это почти Грайндхаус. Для Советского Союза это был почти Грайндхаус. Да, да, да. Ну то есть пока в кинотеатрах шли такие добрые, милые фильмы. Все еще цензурировались. Кооператоры разорвали это все. И стали показывать то, что считали нужным. Ну там, кстати, еще какой был момент, насколько я помню. Если открыть рекламное приложение к газете «Вечерняя Москва» за эти годы, то самое популярное объявление «Куплю» будет декодер «Пал Секам». Потому что советские телевизоры, они систему «Пал» не понимали, а видеокассеты были главным образом в ней. Только телевизоры, которые на четверку начинались, могли уже понимать. Либо декодер вот этот, который никто кроме кооператива по большому счету не упускал. Да, да, да. Кстати, когда я просматривала недавно, все время путаю, литовское, по-моему, рассекретили литовские КГБшные архивы, они выставили миллион просто карточек, завербованных в КГБ. И там очень много поздних карточек, 87-88-89 года. И мне чисто из любопытства было интересно посмотреть, кого же они вербовали в тот момент, когда борьба за национальную независимость в палатийских странах уже шла просто полным ходом. Уже, по-моему, каждый житель балтийских стран знал, что хочет быть независимым от Советского Союза и прекратить оккупацию 39-го года. И я наткнулась на целый пул карточек, в котором были молодые ребята, там, 18-22 года, которые стали кооператорами и которые отчитывались в КГБ за каждую просмотренную кассету. То есть, пока мы не знаем, как у нас происходило это здесь, в Москве, потому что архивы до сих пор закрыты и нет возможности получить доступ к вот этим карточкам. Но доподлинно известно, что, допустим, в балтийских странах они вербовали вот этих ребят, которые открывали кооператорство, чтобы смотреть, какие западные фильмы они смотрят, чтобы, если что, их можно было, например, там, не знаю, если что-то пошло не так в балтийских странах, там, не знаю, прищутить за пропаганду Запада, например, или за шпионаж, за что угодно. Вот. Собственно, это была последняя точка нашей экскурсии. Спасибо вам большое, что пришли в такую не суперсолнечную погоду. Я хочу сказать, во-первых, еще раз спасибо, что пришли. Это очень здорово. Мне очень приятно видеть людей, которые, ну, не ходят к нам на мероприятия. Это очень классно. Люблю новых людей. Сейчас я найду карточки. И у меня, к сожалению, я сегодня ездила на работу, у меня закончились визитки наши, нашего проекта. Топография террора – это прямо здесь. Мы изучаем топографию Москвы. Но вы можете зайти на наш мемориальский сайт, найти это прямо здесь, и посмотреть наш проект, подписаться на наши новости. Я регулярно, например, вожу экскурсии, мои коллеги тоже. И у нас в этом году огромный проект про перестройку. Мы делаем очень много уличных мероприятий, паблик-токов, экскурсий. И 14 октября открываем выставку про 89-й год в мемориале. У меня не очень много их осталось. И еще на правах рекламы я хочу… Если у кого есть Телеграм, я недавно создала Телеграм и веду Телеграм про перестройку. Если кому-то интересно, я сейчас могу подписать и показать. Я там каждый день почерк, какие-нибудь интересные истории про перестройку. Есть письма нам? Нет, я только его создала. Давайте? Да, спасибо. Если что, задавайте вопросы, я готова ответить и рассказать что-то, что интересно. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. 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 Да? Промышите. Класс. Подписывайтесь. Спасибо вам большое. Очень приятно вас всех видеть. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Я занимаюсь полевой историей. Я три года занимаюсь историческими исследованиями. Собственно говоря, мемориал меня воспитал. Там научный руководитель кто-то был? Ну да, Саша Плеванов, если можно сказать про научный руководитель. То есть мы не занимаемся условно прямо академическими исследованиями. Во-первых, мы базируемся на методологии устой истории. Особенно в перестроечный период. То есть это супер важно. Потому что корпусных исследований про гражданское общество и про людей нет. Ну то есть такого не существует. Но мы не можем пока говорить про академическую историю. Потому что... Нет, никакие деньги. Это все бесплатно. Это в принципе. Если хотите добровольный взнос, у нас есть на сайте... Кошелек. Да, кошелек. Потому что мы полностью против того, что образование было платным. Но вы можете внести пожертвование в мемориал. А, все. Спасибо. Да, просто на сайте там есть как бы донейшн. Ага. Вот. И будет очень благодарна. И сама ей будет. Все хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Приходите еще. Ну да, да. Потому что про академическую историю сложно пока говорить, да? У нас же закрытое большинство архивов. Ну во-первых, закрытое большинство архивов. Во-вторых, как бы люди не очень хотят об этом разговаривать о большинстве своем. В-третьих, почему-то всех интересует политическая составляющая. То есть как бы борьба словно Горбачева и Ельцина за власть. Вот это эффект твоей власти и сопротивление наверху. А то, что происходило снизу с на собой инициативой, никому не интересно. А вы не просматривали книгу, она развалилась. Конечно, просто она мне не нравится. Не понравилась? Нет, она мне не нравится своей необъективности. Потому что на каждый принцип использовано одно интервью. А как можно говорить о феноменологии рынков, если мы говорим об одном человеке? Ну, то есть как бы это... Ну, это неправильно. То есть как бы рынки были разные. Мне кажется, брать одно интервью на одно какое-то событие – это категорически не правильно. Ну, она сама к тебе интересна как-то в том, что вообще, слава богу, что-то появилось. И вообще я очень благодарна ребятам, что она развалилась тем, что они вообще просто что-то сделали. И во многом они повлияли на то, что перестройка стала сейчас как-то популярна. Но, тем не менее, очень не хватает... Ну, то есть нет такой книги там, условно, даже «Могила Ленина» не является такой книгой. Не хватает чего-то, где я могла бы зайти и прочитать о разных случаях, о разных людях. Поэтому вот у меня с коллегами возникла идея. Я надеюсь, что... Ну, как бы мы планируем в конце 2020 года ее попросить. Мы хотим сделать народный архив. Мы хотим выстроить все там, условно, 200-300 интервью, которые у нас тут будут. И сделать возможное дополнение людям, чтобы каждый человек, который видел перестройку сам, мог дополнить это своей историей, любой абсолютно. То есть как бы, допустим, у библиотеки Конгресса есть такой проект, что они собрали народный архив и как бы постоянно там они дополняются. И мы хотим тоже, чтобы это была такая низовая, низовая, низовая. Потому что это прям про перестройку. Ну, то есть как бы мы не хотим, там, условно, только наше интервью, там, которое мы взяли, которое мы вычислили, отредактировали, там, и включили в исследовательскую часть. Ну, и у нас прям есть впечатляет такая, что когда-нибудь все это будет собрано с камеру Конгресса. Вот.